Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Казино и залы игровых автоматов давно стали частью нашей среды обитания. Нравится это кому-то или нет? Конечно, есть много тех, кому это, несомненно, нравится. К тому же, как показало время, казино как бизнес абсолютно не подвластно экономическому кризису, а значит, способны приносить бюджету страны неплохой доход в любой экономической ситуации. Но в случае Молдовы, когда мы видим практически на всех центральных улицах наших городов залы игровых автоматов и фешенебельные казино, доля налоговых поступлений этих предприятий в сфере развлечения крайне незначительна. Давайте же разберемся подробнее, как индустрию казино в нашей стране сделать общественно полезной, и что этому мешает. У нас в гостях муниципальные советники столицы Александр Одинцов и Олег Онищенко. Здравствуйте! Накануне в муниципальном совете проводилось голосование по предложению от фракции партии социалистов о повышении местных сборов со 150 тысяч леев до 1 миллиона с каждого предприятия казино. Но, судя по исходу этого голосования, поддержки своих коллег-оппонентов не получили. Чем это вызвано, на Ваш взгляд? Почему такое десятикратное увеличение продумано? И почему коллеги не откликнулись на этот призыв? Помочь городу? Во-первых, местные сборы, то есть налоги, имеют помимо того, что они обеспечивают доходы в бюджетную часть, то есть доходы города, носят и регулирующий характер, воспитательный характер, скажем так. Что касается казино, давно уже доказано, влечение казино к азартным играм – это болезнь. А лудомания, насколько я знаю, даже есть такой термин. Не помню, не знаю точно термин. Это реально болезнь, которая приводит к распаду семян. Люди продают квартиры, вынуждены что-то воровать и так далее, и так далее. Имеет антисоциальный характер. То есть, в принципе, индустрия развлечения, казино и вся индустрия вокруг казино поддаются регулировке. И это Лас-Вегас, Монага и так далее. Это шикарные примеры вот этому самому. И мы озадачились вопросом, каким образом, кстати, по многочисленным обращениям горожан, в том числе те, которые потеряли квартиры, те, у кого там сыновья или дочери увлеклись вдруг игровыми автоматами и теряют на этом огромное количество денег. Влезли в долги. Да, влезают в долги. Что можно сделать? Запретить казино в целом, то есть мы не можем это на уровне законодательных, на уровне парламента. У нас есть возможность не выдавать авторизацию в целом, либо увеличить местный сбор. То есть регулирующую роль. В идеале это было бы создать какую-то особую зону. То есть, хочешь ты потратить деньги, иди, пожалуйста, ну, допустим, там, зона Гидегич, там, зона Водолу-Вод или там какую-то другую зону, непринципиально. То есть отдельная зона, если человек хочет потратить деньги в казино, он может туда поехать сделать. То есть наш Кишиневский Лас-Вегас. Что-то вроде Кишиневского Лас-Вегаса. Мы предложили увеличить сборы с казино, а у нас выясняется, что у нас полноценных казино всего 4 штуки в муниципе. Увеличить сборы со 100 тысяч до миллиона. Для казино, кстати, мы знаем, что казино является таким способом отмывания денег, и об этом неоднократно говорилось. То есть черных денег, они исчислению очень трудно подаются. Увеличить до миллиона. К сожалению, нас не поддержали наши коллеги. Следующий вопрос, это не казино, но огромное количество игровых автоматов, игровых будок. Вместо аптек, у нас закрывается аптека, открывается игровой автомат. Закрывается книжный магазин, открывается игровой автомат. Закрываются там какие-то социальные объекты, открывается почему-то именно игровой автомат. И в России, кстати, проводилось исследование, при котором такое открытие игровых автоматов говорит о кризисе в обществе. Мы предложили увеличить за игровые автоматы увеличение сбора, тоже многократно увеличить его. Нас не поддержали, к сожалению. Почему не поддержали? Ну, о либералах это понятно. Был скандал, все помните, с ГИМПу. Во время того, когда он занимал пост исполняющей обязанности. Да, он исполняющей обязанности президента тогда занимал пост, и он фактически курировал эту отрасль. И был скандал с ущербом бюджета у республики по поводу сборов с казино. Он не хотел увеличивать эти сборы. В данном случае либералы занимаются это на местном уровне. Но почему наши коллеги не поддержали, хотя их руководитель в Бельцах запретил казино и пытается там проводить такую? Ну, вот, видимо, сегрегация какая-то, избирательные отношения. Избирательные отношения, и мне не хочется думать о совсем плохом. Мы надеемся о том, что наши коллеги приведут весомую аргументацию, почему они проголосовали именно таким образом в муниципе. Олег, ваше видение ситуации, что мешало вашим коллегам из других фракций поддержать инициативу, увеличить финансовую нагрузку на игровые аппараты и казино с целью поддержать Кишинев финансово? Да, вчера было очень напряженное заседание муниципального совета. И, конечно же, наша фракция, партия социалистов, как обычно, уже по традиции, подготовила ряд серьезных поправок в те принятые решения муниципального совета. Кстати, я хочу сказать, что такое серьезное последовательное отношение к законодательной работе характерно для нашей фракции. И, фактически, весь основной поток законодательных инициатив, поправок внесет фракция партии социалистов. Так было и вчера. Мы подготовили ряд серьезных поправок. Оставилось несколько задач перед этими поправками. Во-первых, увеличить поступление в муниципальный бюджет. Вы знаете, что очень большие проблемы с поступлением налогов и сборов. И, к сожалению, хочу сказать, что те ставки мизерные, которые предложила мэрия, они фактически намного ниже, чем в других городах, таких как Когул, Бельце и так далее. То есть мы не можем сравнивать экономические потоки Когула с Кишиневым и так далее. И нам было удивительно, почему, с одной стороны, мэрия жалуется на нехватку средств, а с другой стороны, закладывают заведомо низкие сборы на ставки местного налога. Поэтому в этом отношении было подготовлено целый ряд поправок. В том числе, особенно, хочу обратить внимание на поправки, связанные с работой казино, залов игровых автоматов. Фактически мы ставили задачу поднятия ставок с одной стороны, а с другой стороны, роль этих ставок была демотивирующей, чтобы больше не создавать условия для открытия новых и новых залов казино. Потому что наш город, посмотрите, во что превратился. Каждая остановка – это игровые автоматы. Налево-направо мы видим только вывески казино. И фактически город Кишинев превратился в негласный Лас-Вегас. Естественно, что хаотичность расположения этих залов игровых автоматов – та антисоциальная роль, которую играют эти залы, и те проблемы, с которыми сталкиваются жители, пострадавшие семьи, фактически мы хотели заложить мощную основу для переломного момента. И вчера целое заседание фактически было потрачено на обсуждение этих моментов. Уже сегодня мы видим, что пальму первенства подхватил Владимир Плохотнюк, который после вчерашнего резонансного общения также решил… Он заботился здоровьем психологическим и не только здоровьем детей. Да, то есть решил переманить инициативу социалистов и озаботился тоже проблемой работы казино в Республике Молдова. Посмотрим, что это выйдет. Но фактически проблема казино очень серьезная. Проблема вам объясню, почему. Потому что фактически это хорошо организованная группа лиц, которые в Кишиневе 2-3 группировки контролируют все казино. И мы имели прецеденты, когда эта хорошо организованная группа лиц за счет манипуляций финансовой, юридической и судебной системы уходила от оплаты десятков миллионов лей в муниципальный и государственный бюджет. И здесь использовались схемы, как и через суды давались определенные, вы понимаете, аргументы финансовые. И другие рычаги, через правоохранительные органы. И мы по прошлым годам имеем 13-14 годы, когда фактически используя эти инструменты, в бюджет города не поступало ни одного лея. Есть такое утверждение, что социалисты пытаются обанкротить этот вид бизнеса, то есть обанкротить казино. И этим предложением, и тем законопроектом, который подготовлен к первому чтению. Дело в том, что мы провели анализ. И я хочу сказать, что оборот предприятий в области казино и игровых аппаратов, он составляет сотни миллионов лей. То есть даже те увеличения, которые были предложены в фракции партии социалистов, они даже близко не соотносятся с теми оборотами и с теми доходами этих предприятий. А сегодняшнее налоговое бремя, которое вложится на эти предприятия, на каково? То есть какие налоги платят сегодня казино и залоговые? Для полноценного казино, если я ошибаюсь, 100 тысяч леев идет. И мы предлагали увеличить в 10 раз до 1 миллиона. Для полноценного казино миллион разделите на 12 месяцев, получается меньше 100 тысяч 80 с копейками выходит в месяц. Это вполне приемлемая сумма с учетом тех оборотов, как сказал мой коллега, который там крутится. Правоохранительные органы многократно говорили о том, что в казино это является своего рода прачечной, черных, грязных денег, криминальных денег. И многократно говорилось о контроле криминальными структурами казино. То есть сейчас непонятно, кто контролирует. Несколько лет об этом не говорилось, но это антисоциальный момент. Я хочу сказать, уточнить свою коллегу, общий пакет наших поправок, поправок фракции Партии Социалистов и Муниципальный Совет, если бы они были приняты, они бы принесли дополнительно в бюджет около 108 миллионов 430 тысяч леев. Вот все эти поправки. И это не так уж и больно для экономических агентов. Помимо сбора в доход, местные сборы, налоги, они играют в воспитательную, регулирующую роль. То есть, ребята, либо открывайте поменьше, но более эффективно, или в более каких-то хороших местах свои игровые автоматы казино, где люди могут приходить, либо привлекайте как-то по-другому, либо создавайте дополнительную инфраструктуру. Вот вам и конкуренция. Насколько я знаю, казино сейчас не платит НДС. Налог на добавленную стоимость 20%. Я не владею. Да, и платят только за лицензию. То, что вы сейчас хотите поднять стоимость чего. И, в общем-то, как бы меня, как обывателя, удивляет ситуация с казино. Это определенные дойные коровы, которые позволяют, во всяком случае, поднимать целые города. Мы знаем примеры той же Америки. Если обратиться к опыту Америки, допустим, одна из цифр в статистике казино, например, 370 миллиардов было в обороте только за 2010 год. То есть, те деньги, которые прошли через все казино в Соединенных Штатах Америки. Можно далеко не ходить в Америку. Можно посмотреть пример Российской Федерации. Абсолютно такая же ситуация была. Я недавно был, скажем так, в командировке, в поездке в Москве. Я не увидел казино. Все казино по Российской Федерации были созданы, по-моему, 4 или 5 игровых зон. И предложили всем собственникам, владельцам казино создать особую игровую зону в этих зонах. То есть, особая игровая зона. Ну, что-то вроде российского Лас-Вегаса. Абсолютно можно и так сделать. Вот водолеводы. Мы жалуемся на плохое развитие водолевод. Водолевод – это зона отдыха, игровая зона, то есть, зона развлечений. И абсолютно спокойно можно в этой зоне создать зону казино, где человек пришел, есть пляж, вечером пошел в казино, захотел поиграть деньги. Абсолютно известный, по примеру, Лас-Вегаса, где американцы, которые идут в казино не больше ради болезни, потому что у него болит. Он откладывает определенную сумму, которая ему по карману, тысячу долларов. С которой он согласен добровольно расстаться. С которой он добровольно расстался, но попытаться удачу, фортуну вдруг повезет и так далее. Но казино – это специально отработанная машина по отъему денег. К казино победить нельзя, иначе бы оно не приносило прибыль. То есть, казино специально создано для зарабатывания денег. Дальше, если ты профессионал, ты не можешь. На этом заработать. В Российской Федерации, например, который вы привели, борьба с казино еще началась еще на этапе контроля за игровыми автоматами. Которые, они все, мы знаем, несмотря на то, что там использованы высокие технологии, тем не менее, они все равно управляемы человеком. То есть, тем, кто настраивает. И есть определенная доля выигрыша, процент. В Израиле их называют однорукие бандиты. Да, однорукие бандиты. И у нас есть, я знаю, в Кишневе такие специалисты, которые каким-то образом высчитывают, какой аппарат сейчас должен наконец-то выдать какую-то долю. Это иллюзия. Я согласен, что это иллюзия. Но вот у нас, может быть, и на этом этапе нужно как-то реализовать. Ну, потому что взять под контроль. Ведь казино, да, как один из источников или как один из поводов относительно честного отъема денег у граждан, он способен, опять же, быть не относительно честным до бесконечности. То есть, он не давать выигрыша, не дать возможность выиграть. И в этом смысле социальное напряжение увеличивается. Потому что сегодня в Кишиневе в казино ходят люди, как правило, особенно в эти залы игровых автоматов, люди, как правило, не самого, так сказать, богатого слоя населения. То есть, это те, кто, не знаю, я очень много таксистов вижу почему-то в казино. Да, я туда вижу, стоят такси, и ребята уже выручку пытаются там либо приумножить, либо, так сказать, вместе с автомобилем поиграть. Давайте сами проанализируем в целом ситуацию по республике. Мы подходим к тому периоду, когда вырастает поколение детей, которые росли либо с одним, либо без одного, либо без двух родителей, которые находились в это время на заработках за рубежом, присылая деньги, и этот ребенок успешно эти деньги тратил. И у нас вырастает и масса таких примеров. Мое окружение, во дворе смотришь, ребята, ну, абсолютно, вот, как труднее, ничего не делают, не умеют работать, получают образование, там, покупают дипломы, покупают оценки, и реально руками, головой ничего не умеют делать. Они привыкли тратить деньги. Потреблять. Потреблять. Общество потребления. Не нравится мне это слово, но вот... А это есть общество, вот выросло общество потребления. Он вырастает без принципов, без какого-то характера, без морально-нравственных устоев. Плюс ему предлагают попытать счастье в казино. Плюс к этому прибавьте курение, плюс к этому прибавьте наркотики, плюс к этому прибавьте алкоголизм, который, то есть, повсеместно... Если алкоголь запретили с 10 часов продавать, сигареты сейчас вот идут ограничения, а почему не ограничит, ребята, антисоциальный такой же социальный элемент, как казино? Это необходимо ограничивать. Это просто необходимо ограничивать. У нас, рано или поздно, у нас возникнет такой социальный взрыв, именно благодаря вот людям, которые без отсутствия морально-нравственных принципов, у которых нету стержень. Почему? Потому что они не виноваты. Родители не сумели дать им этот стержень, потому что находились на заработке, они пытались выжить. А из этих попыток выжить, вот эти уроды, они пытаются отнимать деньги через их детей. И вот вчера наши коллеги, вместо того, чтобы поддержать нас, и на остановках запретить, вот идет ребенок в школу, он абсолютно может зайти и... Мне кажется, нарушение закона, появление несовершеннолетних... А сколько у нас нарушений? У нас продают сигареты, пожалуйста. Масса была примеров в интернете, когда снимают 16-летнего, покупают спокойно сигареты, покупают алкоголь. У нас же переменная, покупают сигареты. Вот у нас же есть запрет размещения Будды, Креста, то есть продающих алкоголь и сигареты ближе, чем 100 метров к учебному заведению. Тем не менее, они есть. И то же самое с казино творится. Ребенок, а казино в шаговой доступности везде. То есть дальше-то больше, чем 200 метров от школы, или 500 метров от университета. Учащийся идет, он идет не в университет учиться, он идет в казино играть, потому что вдруг я выиграю 200 лет, и потом пропью ли на дискотеку. И когда мы об этом задумывались, мы говорим, ребята, вы что делаете? Мне понравилось возмущение моего коллеги Стаса, он схватился просто, говорит, вы что делаете? На казино, на остановке есть аптеку закрыли, казино открыли. Игнувые идиоты, что ли? Нет, они подержали, подняли руку, воздержались. Понимаете? Вот посмотрите, а возможно ли вообще победить в нашей ситуации, в сегодняшней Молдове, ситуацию с казино? Смотрите, мы знаем скандал, который лежит в основе такого размножения в этой сфере бизнеса в Молдове. Мы знаем, что количество возникновения тех или иных залов игровых автоматов в принципе может быть бесконечным в силу определенных схем, одну из которых раскрыл тот же председатель счетной палаты, Серафим Урикян. Он говорил о том, что если предприятие показывать убытки, можно заново закрыть, открыть и опять получить льготный период. И таким образом вообще ничего не платить. Это одна из форм ухода от налогов. Совершенно верно. Но это может продолжаться бесконечно. И вот как, в общем, какова перспектива вот этой войны? Муниципальных советников и казино? Я бы назвал это, ну, не войной. Имея в виду пример Лас-Вегаса, не надо воевать с этими ребятами. Нужно просто сесть к ним и сказать, ребята, вот то, чем вы занимаетесь, оно приносит зло и вред в обществе. Но нельзя победить наркоманию тем, чтобы расстреливать людей или там сажать всех в тюрьму. Ну, так человек сложился, у него слабый характер, там куча каких-то психологических причин, плохая среда, воспитание и так далее. Он стал употреблять наркотики. Или он стал вот, увлекся азартными иглями, увлекся казино. Нельзя его за это расстреливать или сажать в тюрьму. Ну, в некоторых случаях, там, что касается наркотиков, тюремный срок, это понятно. Необходимо ограничивать и регулировать эту отрасль. А регулировать каким образом? Идеально, на мой взгляд, было бы создать особую зону. И если человек самостоятельно решает потратить деньги и поехать в эту зону, то, пожалуйста, где трать? Но главное, чтобы это было прозрачно, платили налоги и так далее. И это было бы особой зоне, где несовершеннолетних не пускают. И это не привлекает внимание. Они же как вот проходят, это все блестит, это сверкает. И замануха такая вот идет, там, сегодня у нас ставка миллион, там, лето. Или автомобиль какой-то. Да, или автомобиль. Понятно, алгоритм работы казино, об этом миллион раз говорил, алгоритм работы казино игровых автоматов сделан таким образом, что его победить нельзя. Ты приходишь, тебе дают, заманивают вот таким пару монеток, тебе падают, и хопа, я там три монетки выиграл, я их кину обратно, сейчас 10 монеток выиграю. 10 монеток кину, ничего не получается, ты проиграл. Для этого существует казино. Вот не надо с ними не воевать, их нужно ограничивать и регулировать, вот создать особую зону. Пусть ребята там строят, развиваются, ресторан открывают, гостиницы открывают, тогда люди будут туда ездить. И не только с Молдавией. Вот опыт других стран показывают. Монако и Молдавия там две разные страны, как говорится, две большие разницы, но тем не менее, в Монако со всей Европы ездят. Если будет какая-то нормальная игровая зона, эта зона становится туристической зоной. То есть, ребята, туда есть не столько сколько поиграть, сколько развлечься. Вот это вот нужно делать. Понимаю, вы сторонник каких мер? Радикальных или тоже таких вот конформистских? Я считаю, что, во-первых, надо понимать, что в условиях, когда Республика Молдова является одной из самых бедных стран Европы, такая массовая популяризация казино, фактически это механизм отъема последних средств граждан. Понимаете? То есть, фактически оно недопустимо. Но надо признать, что муниципальный совет не в состоянии единолично решить данную проблему. Потому что это государственная политика, которая должна решаться в первую очередь на законодательном уровне. И до тех пор, пока парламент и правительство не займется серьезно данными проблемами, то все эти деятели сферы казино будут успешно делать свой бизнес. Я знаю, что доходы собственников казино составляют сотни миллионов лей каждый год. И эти доходы стабильны, эти доходы конвертируются уже в другие бизнесы. Уже есть многие из них, которые, наверное, полученные деньги открыли новые бизнесы, они связаны с казино. И фактически, да, сегодня мы должны признать, что государство не контролирует этот бизнес. Не контролирует. И без единой позиции как центральных властей, так и местных органов власти мы не сможем ничего изменить. Я вот, честно говоря, не верю, что те, кто сегодня у руля власти, сделали в свое время такой подарок этим ребятам, говорят, пожалуйста, нам ничего государства не надо, нам лично тоже ничего не нужно, мы честные политики. Поэтому вот развивать казино, не заводы, не сельские фермы. А вот развивать казино стоит вспомнить тот же скандал с ГИМПу. То есть я сомневаюсь и в честности политикой. Это либеральная политика, понимаешь. Я сомневаюсь в том, что вот те миллионы, о которых вы говорите, это единственное, что зарабатывает сегодня казино. То как вот убедить этих ребят, что, например, может быть лучше не платить кому-то там кэш, а платить это государству? Дело в том, что я вам хочу сказать еще другое. Сегодня казино, по той информации, которую я располагаю, оно является источником больших доходов не только для их владельцев, но и для чиновников, а также для представителей правоохранительных органов. Потому что они крышуют эти казино. То есть те нуждаются в защите? Конечно. Они крышуют казино. Я знаю много случаев, когда работники правоохранительных органов якобы под предлогом проверки этих казино просто вымогают деньги. То есть это целая инфраструктура коррупционного обогащения многих участников, то есть полицейские, чиновники, руководители парламентских фракций. Когда, как только начинают серьезно что-то говориться про казино, что мы сейчас закроем, что мы сейчас там внедем ограничения, собираются несколько людей, ложат в чемодан определенную сумму средств, относятся это в определенный кабинет и уже те решительные меры, которые намеревали сделать, откладываются и фактически не реализуются. Понимаете, страшную вещь говорите. То есть в данном случае, конечно, фракция социалистов пытается навести порядок в этом деле, то дает для кого-то сигнал, значит, надо решить вопрос другим путем, собрать чемоданчик и идти договариваться. Поэтому для нас непонятно, когда наша фракция предлагает это, и другие фракции голосуют против, то для нас это уже сигнал. Почему? То есть что ими движется? Голосуют или против, или кто-то вдруг выходит из зала. Специально. И таким образом специально, причем это вот сейчас узнает, какое будет голосование, выходит из зала, и мы смотрим, не набирается необходимое количество голосов. И этот человек, по идее, его фракция ратует запрет казино, вдруг человек выходит из зала и не хватает голосов, упс, вопрос не прошел. То есть повышение налогов в два раза, в десять раз на казино вдруг не проходит. То же самое не прошло на сбор, дополнительный сбор с киосков, в том числе и продающих сигареты, которые находятся в парках. И либералы яростно сражались за сохранение старого фруса. Им же больно по карману. И, к сожалению, некоторые наши коллеги тоже не поддержали этот вопрос. То есть воздержались. А воздержались в данном случае и играть на руку на либералов. И вот возникает вопрос, ребята, вы делаете вид, что вы оппозиционные боретесь с преступными коррупционными схемами, которые давно внедрили либералы? Либо вы... Что это такое? Я, наблюдая за тем, как происходило вчера, такая перестрелка мнений, перепалка, диалог, я видел, что происходил такой мучительный поиск аргументов с теми, кто защищал сегодняшнюю ситуацию в казино. И насколько... Ну, мне кажется, зрителям, многим даже показалось, что, наверное, это оправдано, что сейчас ребята просят доработать документы, внести какие-то изменения. И, в общем-то, может быть, он настолько этот документ или эти предложения еще сырые и не готовы быть законодательной инициативой. Данные проекты изменения в тот проект решения, существующие, то есть по местным сборам, он подготовлен достаточно профессионально и нашими ребятами, которые компетентны в этой области. Марьяна Амброса, доктор экономических наук, Петр Бурдужа, который представлял данный проект, профессионально подготовленный человек. Другие ребята подключались, то есть это была проделана серьезная работа, было исследовано, насколько, еще раз повторюсь, помимо сборов доходов, это и регулирующая отрасль, то есть воспитательная. Да, некоторые, может быть, экономические единицы должны были бы закрыться, но для этого мы вводим эту таксу. Ребята, открывайте где-то отдельно, где-то в другом месте, улучшайте инфраструктуру, вкладывайте больше, сражайтесь. То есть вместо того, чтобы развивать свою спортивную такую вот выносливость и спортивный интерес, то есть конкурентные преимущества развивать, они развивают коррупционную составляющую, им легче дать взятку, чем становиться самим лучше. Мы, еще раз повторюсь, 108 миллионов цифры, которые могла принести дополнительно в бюджет Кишинева. Бюджет Кишинева 3 миллиарда леев, это значительная сумма. На эти деньги мы могли построить те же детские площадки, освещение, которые... Лучшее питание детей, одна из задачей была улучшить питание детей в детских садах и школах. Потому что, понимаете, забрать у тех, у кого курят сигареты, то есть кто торгует сигаретами и травит людей, и отдать детям, чтобы они лучше кушали. Ну, видимо, видите, против лобби вот этих структур пока еще сильнее вот этих добрых, наверное, трепетно важных инициатив. Мы сейчас как раз находимся на пороге персональной ответственности муниципальных советников, и фракция партии социалистов хочет показать, чтобы город знал своих героев, кто как голосовал, понимаете. Потому что просто прятаться в общей толпе муниципального совета – это легко. А вот ответить, почему ты голосуешь против и фактически поддерживаешь криминальный бизнес, то вот ответь горожанам, потому что все обещают, все говорили. И действительно, когда мы знаем хороший пример, что в тех же Бельцах, мэра Бельц проводит яркую политику по закрытию всех казино. Он, наверное, сильно проигрался, все решилось закрыть. Да, то есть не выдает авторизации, не выдает это. И тут, конечно, мы ожидали поддержку со стороны коллег из нашей партии, что они будут последовательны в своих действиях. Все-таки руководитель проводит четкую политику, занимает. И когда они проголосовали против, для нас это было, как минимум, непонятно, эта позиция. Хочется задать вопрос. Получается, что где-то может быть уместно даже предположить наличие торга. Вы у меня здесь закройтесь, в Кишневе мы мешать вам не будем. Это ведь тоже, наверное, ну, если я позволю, такое будем говорить, предположение. Но утверждать наверняка невозможно. Пока факты есть, то только факты голосования. А что дальше будет? Вода камень точен. Если у нас сейчас не получилось какие-то, то есть у нас продолжение будет именно этого проекта решения, мы попросили паузу на неделю. В следующий вторник будет заседание. И другие изменения, то есть увеличение местных сборов мы будем проталкивать. Интерес кишиневцев, жителей города к этому проекту решения очень велик. Достаточно посмотрите на количество просмотров заседания муниципального совета. Их более, почти 200 тысяч, если не ошибаюсь, было просмотров. То есть, если в Кишиневе около 750-800 тысяч гаража, 200 тысяч был просмотр. Понятно, может быть, не все кишиневцы, но 200 тысяч просмотров было вот этого заседания. То есть, говорит об интересе горожан, об беспокойности горожан. И вот эти 200 человек увидели, кто и как голосовал. И слава богу, что есть телевидение, слава богу, что есть онлайн-трансляция, слава богу, что есть интернет. Потому что вот этот момент мы будем крутить и показывать каждый раз, особенно перед вымекать. Ребята, вот посмотрите, кто крышует казино. — Ну, надо еще много определяться в этом смысле. Я ни в коем мере не хочу защитить ваших коллег, которые не проявили, будем говорить, ответственности перед своими избирателями. — Они также не проявили ответственности по заправкам. Вот либералы смеялись, кстати, именно либералы возмущались. Мы собирались увеличить сбор с каждой колонки. Сейчас в заправке каждая колонка платит 10 тысяч лев в год сбор. — Особенно заправки, которые расположены рядом с зелеными зонами. — Мы собираемся увеличить их. — А сопоставимо 10 тысяч лев в год с колонки, через которые проходят тонны углеводородов? — Мы собираемся увеличить также в 10 раз до 100 тысяч. Во-первых, с колонки, как правило, на заправках 2-3 колонки, то есть 20-30 тысяч лев для одной автозаправочной станции, это не такие уж и большие деньги. Они просто немножко меньше заработают. Для них это небольшая нагрузка. Но для города, еще раз повторю, 108 миллионов лев принесло бы, если бы были приняты наши поправки. Огромное количество заправок, 219 у нас заправок сейчас. При необходимости, это научно доказано, необходимость около 120 заправок в муниципе. У нас сейчас 219 строятся еще какие-то. И они крышутся либералами. И многие знают о том, что Людмила Федоровна собиралась еще несколько заправок построить. Именно это их проект, и они продвигают данные проекты. И если вы помните, 22 участка, которые чуть не украли в муниципе, через левые аукционы, из них 5 участков тоже собираются дать автозаправочные станции. Ребята, наши коллеги, которые поддержали так называемое каракатиство, вы поддерживаете коррупцию в Примарии, вы поддерживаете вот эту либеральную гниду. Фактически либеральная фракция, она крышует сегодня весь легальный и нелегальный бизнес. Понимаете? То есть если мы возьмем, они крышуют автозаправки, они крышуют киоски по продаже сигарет, они крышуют установку новых киосков. В момент, когда есть запрет на решение муниципального совета на установку новых киосков, каждый день в городе появляются новые-новые киоски. Олег, я вчера, выезжая с заседания муниципального совета, двигаясь в сторону Рыжкановки, вот только закончил заседание, только мы говорили про киоски в парках, и я вижу о том, что прямо напротив Сан-Сити, возле кафедрального собора устанавливается будка, фотобудка, киоск, новый киоск. Вот только об этом говорим, устанавливается еще. А это кто подписывает? Господин Киртлак? Я, честно говоря, не наблюдал ни в одной европейской столице, не только европейской, а и в азиатской столице, где я был. Можно разместить киоски, можно разместить торговые точки или пункты общественного питания в парках. Мне понравился, опять же, пример Москвы. Вдоль набережной по Москве-реке сделано где-то 3 или 4 кафе, но они сделаны в одном стиле, ландшафтный дизайн сделан, сделаны велосипедная дорожка, прогулочная зона. И в этом весь, во всем этом стиле также сделаны и кафе, без алкогольного, без алкоголя, без продажи алкоголя и сигарет. То есть оно все в едином стиле, оно гармонично и красиво. Можно сделать же в кафедральном соборе, допустим, дизайн каких-то будок а-ля кафедральный собор, ну, в стиле кафедрального собора, там, при входе, и чтобы это было красиво, и продавать на тендере право аренды этих киосков. Это вполне возможно. Вот, ребята, продавайте пирожки, водичку, мороженое, так далее, то, что необходимо горожанам, но не сигареты. Согласны. А либералы продавали, либералы также отстаивали, к сожалению, позиции наших коллег, кто воздержался, кто ушел, кто вышел из зала, опять же, там, несколько человек на камеру, это можно увидеть, кто вышел из зала, не позволило нам также увеличить сборы с этих киосков? Они крышуют этот бизнес, и всяческие желания нашей фракции навести порядок в этих сферах жизнедеятельности города пытаются заблокировать. И это делается с самого начала. Вы знаете, что в прошлое заседание муниципального совета были приняты ряд важных решений по городской жизнедеятельности, которые не были подписаны, не вступили в законную силу. То есть, фактически используются различные незаконные рычаги на ведение порядка в городе. То, что наша фракция добивается, давайте прекратим коррупцию, давайте прекратим эти схемы, давайте прекратим нарушение закона налево и направо, давайте прекратим разрушать этот город. Понимаете? Чтобы уже сил нет. Кишинев в таком состоянии, каким он является сейчас, никогда не был. Мне, как кишиневцу, который я родился в этом городе, вы знаете, мне неприятно, мне больно смотреть на мой город. И я хочу остановить этот бардак. И, к сожалению, уже приходится идти на решительные критические методы для того, чтобы этот беспредел остановить. По-другому уже не понимают, понимаете? Просто по-другому эти либералы, эти коррупционеры не понимают другого языка. Только жесткий, последовательный подход, отстаивание интересов горожан и кишиневцев. Может быть, заручиться поддержкой не только тех, с кем сегодня вы вынуждены находиться в зале заседания муниципального совета, а может быть, еще какой-то поддержкой. Не знаю, хотя бы сторонних каких-то сил, гражданского общества, может быть, и представителей европейских структур, почему привожу, не так давно встречался с представителем миссии Евросоюза, которые, там были бывшие дипломаты, в свое время работавшие здесь, которые, в общем-то, с нескрываемым сарказмом и такой улыбкой говорили, вот мы вышли на вашу главную, с женой решили прогуляться по Штефановичу Алмаре, и она опять ломает каблуки. То есть, хотя, ну, в общем-то... Потому что руки у нашего мэра растут из европейской ценности, поэтому так он и ремонтирует этой улицы. Не, чтобы огородить, закрыть как-то от этой пыли. У нас вот перепад, я недавно проезжал, улица Еминецку, Штефанат Шалмаре, Штефанат Шалмаре, срезали сват, перепад между улицами 30-40 сантиметров. Ребята, подвеску можно оставить. Искал, и... Ну, образуется затор, все тормозят, и опять на Еминецку... Дело в том, что вы посмотрите, что они не закончили ремонт начатых улиц. Василий Александрия. Василий Александрия. Оставили, бросили. Не грудцы. Оставили, бросили и взяли за бульвар Штефан Шалмаре. То есть, перекопали полгорода, ничего не закончили, и фактически сделали проезд нормальный через центр города невозможный. Вы знаете, получается, куда они кинутся... Даже знаки объезда не поставили. Вот человек, который съезжает, допустим, с улицы Букурешет, по улицу Пушкина, в надежде, допустим, проехать, ну, куда-то вроде около театра операбалета. Он же не знает о том, что площадь Штефанат Шалмаре закрыта. Ну, поставьте, ребята, что объезд там, объезд с другой стороны. Это элементарно. Сколько этот знак стоит? 200, 300, 500 лет? Это уважение своим горожанам. Вы посмотрите, как тротуар ремонтируется, когда нет работы экскаватора, идут пешеходы, рядом с работающим экскаватором. То есть, фактически, под угрозой жизни. В Штефан Шалмаре работают румынские строители. Поэтому им известно, что так правильно работает. Я вам хочу сказать, что в Румынии, если бы вот такая была работа, у этой компании бы, как минимум, забрали лицензию и остановили тут же работы. Чтобы вы знали, в Румынии такого бардака не допустили бы. Понимаете, вот вы тут без заказа. На ваш вопрос, кого мы привлекаем, в первую очередь мы работаем с горожанами. Я сегодня был на двух строительствах, которые ведутся в нарушение. Одна там на улице Тарьян, просто пристройка. Прямо на теплосетях была построена какая-то пристройка. И вот они якобы консервацию делают. На самом деле ночью, вот жители говорят, ночью приходят и что-то там строят. Вот мы вызвали полицию, госстроинспекцию, притуру и так далее. Вот и разбирались с этим вопросом. Мы общаемся с людьми, мы не прячемся. То есть, если люди нам звонят, мы приезжаем, собирается целый двор. Вот сегодня было человек 50, люди собирается, и мы разъясняем свою позицию. Ребята, мы пытаемся что-то сделать. У нас там появляются сторонники. Пусть они не будут там, нам не надо, чтобы они вступали в партию. Ребята, нам не надо, чтобы вы прям нас любили. Ребята, поддержите нас, помогите нам навести порядок в нашем же городе. И поймите, кто сейчас управляет властью. Ну, я хочу сказать, что сегодня, без того, чтобы делать рекламу партии социалистов, сегодня фактически единственная фракция из муниципального совета, которая отстаивает интересы горожан в каждом дворе, в каждом секторе, в каждом доме. Понимаете? Сегодня я не вижу ни одного либерала или других представителей фракции, чтобы они ходили по дворам, боролись с незаконными застройщиками, отстаивали интересы простых кишиневцев. Нету никого. Почему? Я хочу сказать, что, например, нам не удалось достучаться. Мы на сегодняшний эфир приглашали представителей нашей партии и представителей Европейской народной партии. Кто-то просто не брал трубку, не отвечал, а кто-то, согласившись, через час-два перезванивал и говорит, нет, мы не придем. Потому что понимали, что разговор будет для них нелицеприят. Это представители гражданского общества. То есть даже те представители гражданского общества, которые по своему складу проевропейский, нас не очень любят, пусть не прямо сотрудничать с нами, у них дух проевропейскости и налетности не позволяет. Но тем не менее на те семинары, на те слушания, которые мы организуем, приходят. Сейчас референдум об отставке, то есть организация референдума об отставке Киртуаки возглавляется представителем гражданского общества. Мы сказали, ребята, мы отходим из своей политической идентичности, то есть она остается при нас, но мы не собираемся политическим одеялом накрывать этот референдум. Мы хотим, чтобы это был общегражданский, горожанский, то есть от слова горожанин, протест, референдум против этого недомерка. Вот у меня доверие, сегодня единственная возможность это убрать Киртуака, снять его на референдуме, собраться, все выйти, проголосовать за отставку и вот тогда будет точка, потому что сегодня город надо восстанавливать. А потом посадить? Да. Город надо восстанавливать. Спасибо вам за сегодняшний разговор, начали там из-за казино, закончили референдумом, и у меня возникла такая мысль, параллель, послушайте, а может наш город тоже проиграли в казино? И когда-то, не дай бог, конечно, случится так, что кто-то придет, постучится в наши Даманские, ребята, выселяйтесь, это вам уже не принадлежит. И покажут бумагу, подписанную, так сказать, на тот момент уполномоченным лицом, что будучи каким-то там тем или иным градоначальником, ну проиграл я ваш город. Либеральная партия пришла к власти для того, чтобы зарабатывать деньги для своей фракции в парламенте. И только благодаря Кишиневу, они имеют 11 депутатов в парламенте, только благодаря Кишиневу, потому что запудрили мозги о периферии Кишинева, пригорода Кишинева. Сегодня Кишинев для мэра и для его партии либеральная это кормушка для обогащения. Они не любят этот город. Не стесняйтесь называть нас Дойная Горова. Они продают все, что можно продать на левой и на правой земли, участки, недвижимость, все, что принадлежит кишиневцам, детские площадки, спортивные площадки, парковые зоны. Все продается ради наживы и обогащения. Потому что они понимают, что фактически по последним социологическим вопросам они уже не приходят ни в парламент, никуда. Ни же плинтуса. Ни же плинтуса. И уже это последние попытки схватить все, что можно схватить. Смотрите, судебные инстанции наглядно показали, как можно в бюджет вернуть деньги. Буквально недавно было одно из судимых заседаний громких, когда одного из ярких персонажей молдавской политики. Осудили на 9 лет. И определенная немалая сумма денег вернется в бюджет. Как дальше с ним будут обстоять дела? Это одно. Спасибо вам за сегодняшний разговор. К сожалению, время чуть уже, чем наша городская среда. Но будем вот так вот частями заполнять городскую среду столицы для того, чтобы возможно все-таки мы начнем наверное чувствовать себя теми, кто сметает, выдавливает из городской среды Кишинева тех, кто из этой среды выжимает. Соке, создает ее, в общем-то превращает в высохшее болото. А хотелось бы жить в процветающем, красивом, уютном, добром и белом городе. Спасибо за сегодняшний разговор. Будем продолжать нашу встречу. У нас в гостях были муниципальные советники столицы, партии социалистов Александр Одинцов и Олег Онищенко. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин